Всем привет! Меня зовут Гетнацкая, это вы. И сегодня мы будем работать с вами нижними формами. Ноготочки я уже более или менее подготовила. Сильно, конечно, тут кутикулу не убирала, так как ногти не в очень хорошем состоянии. Мы все тестируем на этих ноготках, и они уже, если честно, хотят отдохнуть. Вот, сейчас я уберу пыль. Поэтому маникюр прям сильно глубокий делать не буду. Итак, на покрасение, на ноготочках тоже не обращайте внимания. Ногти устали, просто устали. Убираем обезжиривателем, я уже прошлась бафа по поверхности, обезжиривателем убираем пыль, остатки жира и всего остального с ногтевой пластины. И обычно, как обычно, подготавливаем ноготочки. Берем ультрабонд. Ультрабонд мы наносим на всю ногтевую пластину. Очень тоненько. На всю ногтевую пластину. У нас основная задача, постановка нижней формы будет и работа с гелем. Поэтому меньше будем акцентировать внимание на что-то другое. Ждем, когда высохнет. Смотрите, я ждать не буду, так как ногти я все равно буду снимать. Берем базу классическую и наносим втирающими движениями. Это важно, потому что когда вы втирающими движениями наносите базу, она дает лучшую адгезию с материалом. И баз должен быть немного, прям совсем-совсем чуть-чуть. Сушим 30 секунд, больше не нужно. Эш пинг гель. Он средней вязкости. Очень удобная вязкость для работы. Не течет, не затекает в натуральной вальке. Конечно, если вальки не сильно высокие. Но, опять-таки, если высокие, там просто немного другая техника работы. А так гель очень красивый. Оттенок очень нежный. Он такой даже, мне кажется, максимально нюдовый, насколько он может быть. Это мой самый любимый оттенок из камуфляжа. Это камуфляж у нас, кстати. Да, это камуфлирующий гель. Так, грубо говоря, мы подсушили. И берем форму. Сейчас я, конечно, помучаюсь из-за перчаток на руках. Но что делать? Отрываем форму. Здесь ушки не вырезаны, как в большом варианте. Здесь можно отрезать, можно отрывать. И я, когда работаю одной рукой, мне удобно сворачивать сразу в трубочку форму и ставить ее... Смотрите, свернули в трубочку. Сейчас, пустяк, покажу. В перчатках. Сворачивайте в трубочку, формируйте сразу. При постановке формы следим, чтобы ушки вот хорошо были приклеены друг к другу, практически встык. Если там будет чуть-чуть разница, то это, в принципе, не страшно. Поправляем. Смотрим у нас. У нас ноготочку у меня грифозно, поэтому немного приподнимаем носик. И все. В принципе, этого достаточно. Подгоняем, закрепляем везде, где можно. Проверяем, насколько ровно ноготочек. Я вижу, что здесь не сильно ровно, поэтому выравниваем по... Как мы выравниваем? Мы выравниваем по средней фаланге, концевой фаланге. И выводим одну прямую линию. И проверяем, насколько у нас ровно стоит форма. Берем гель Эш Пинк и выкладываем в свободный край. Можно это, кстати, сделать еще и акригелем. Тоже будет очень красиво. Делаем не сильно длинный свободный край. У нас будет такой овал на ноготочек. Выложим и сушим 30 секунд. Чтобы поджать форму, я, скорее всего, подожму ее. В любом случае, нужно подсушить где-то секунд 20. Как только почувствуете жжение, если гель печет, то, значит, пора уже доставать ноготочек из лампы и поджимать форму. Поджимать можно обратными щипцами, поджимать можно пальцами, смотря, насколько сильно вы хотите поджать форму. То есть я, например, хочу это сделать не сильно, но я возьму такие щипцы, они очень удобные, и неудобно очень работать. Это обратные щипцы. Можно взять обычные узкогубцы. Это типа плоскогубцев, только с очень таким длинным-длинным носиком. Продаются в хозяйственных, по-моему, и в строительных магазинах. Таким образом фиксируем. Просто немного, немножечко. Угель у нас все разожмется, но какой-то процент сжатия все равно останется. Чуть-чуть зафиксировали. Подсушили еще буквально несколько секунд. И дальше будем выравнивать уже архитектуру. Можно сначала опилить, потом выровнять, тогда мы будем делать это без опила. Если мы не опиливаем, выравниваем сейчас, потом делаем опил, то мы уже делаем, естественно, с полноценным опилом поверхностным, и обязательно параллели подпиливаем и так далее. То есть мы делаем полноценную такую работу. Так, давайте я выложу материал, а потом уже будем подпиливать. Берем небольшую капельку, чтобы было хорошо видно, и выкладываем в зоне кутикулы минимум, у латеральных паликов минимум материала, и главное вам сформировать правильно апекс, чтобы правильное давление было на ноготочек. Добавляем капельку. Знаете, лучше добавить больше, чем меньше, потому что если вы сделаете меньше, с полным у вас где-то что-то оголится, и вы можете просто потерять ноготочек, это ваш клиент, через две недели, а то и через неделю. Если вы выложите больше, вы можете просто, если хорошо владеете пилочкой, то вы можете все это опилить спокойно, это уже будет не проблематично. Сушим. Тут уже мы сушим две минуты, но я буду сушить одну минуту, потому что... Сейчас включу на одну минуту, потому что у нас время не резиновое. Вот, вот так выглядит у нас эшпинг гель. Очень, очень, мне кажется, красивый оттенок. Гель печет, если... Просто нужно вытаскивать вовремя руку. Досчитали до трех, достали. Это очень важно. Тогда все будет хорошо, ничего сильно печи не будет, подпекать не будет. Или, знаете, очень многие клиенты делают, поставили, вытащили, поставили, вытащили. Или поставили, перевернули. То есть, идет какая-то такая работа с ноготочками, и, в принципе, у нас все подсыхает нормально, и клиенту максимально комфортно. Вот. И, опять-таки, как сильно печет, зависит от того, насколько сильно перепилена ногтевая пластина, насколько мощная лампа. Это все очень-очень важно. Так. Обезжириватель. Обязательно обезжириваем. И начинаем опиливать ноготочек. Снизу, когда мы работаем нижними формами, у нас всегда все идеально. Нам нужно опилить только бока и поверхность. Все. И все. Красиво. Берем пилочку 100 на 180. Самая моя любимая пилка. Вот такая форма. А там, конечно, смотрите, чем вам комфортнее работать. Сначала опиливаем бока. Видите, я снизу опиливаю. Тут правильный опил овала, да? Нужно знать. Пилаем в серединке. И начинаем опиливать уже поверхность. Возле кутикул оставляем минимум материала, тогда у вас точно не будет торцевых отслоев. Я люблю опиливать поверхность. Когда у меня ноготочек получается такой маленький, тоненький, мне тогда легче подправить форму. А там вы уже подпиливаете, как вам комфортнее, потому что тут нету какого-то прям определенного правила. Сейчас вообще тенденция пошла, что опил идет в конце, когда уже вы топ нанесли. И это тоже имеет листья быть. Я тоже так часто делаю. Очень круто смотрится, особенно, когда вы работаете с квадратом. Ну, в принципе, с овалом это тоже работает очень-очень круто. Сузим немного, так как ноготочек у меня так широкий. Хочет чуть-чуть поуже. Хотя я люблю носить овал, поэтому у меня, например, не вызывает чувство дискомфорта. Материал пилится очень-очень круто, очень мягко обожаю пилить гель. Настолько податливый. Плюс, конечно, в том, что гель максимально быстро и комфортно сам выравнивается сам. Прям идеально. Он работает вместо вас, можно сказать. Если бы опил сделали изначально, то можно вообще спокойно положить материал без опила или даже укрепить дальше базой. снизу тоже можно немного подровнять. потом, а не сейчас. Фрезой. Ноготочек готов. Очень быстро снизу у нас такой же цвет, как и сверху. Еще раз пройдемся сейчас пилочкой, чтобы все было точно идеально. У нас все, все, все так идеально. Убираем пульт. Все. И я бы хотела нанести сюда какой-нибудь блестящий топ. Или сильвер дроп, или даймонд. Даймонд, да, называется? Базовый, то есть топ блестящий. Нет, драматик, господи. Я уже все. Драматик. Наносим драматик. И можно идти в лето дальше. Как вариант. Очень красиво, нежно, ярко, блестит. И сам оттенок, сам оттенок очень-очень красивый у эшпинг. Ну и потом, конечно же, масло. Это очень важно. Не забывайте про этот этап. С клиентами наносите сухое масло или классическое ойл. По-моему, ойл так и называется. Для того, чтобы клиенту было комфортно ходить, чтобы кутикула очень быстро не сохла. Потому что процедура – это все-таки физическое воздействие на зону кутикулы, на лутеральные валики. И чтобы клиенту было комфортно, всегда уделяйте внимание своим клиентам. Давайте возьмем сухое масло. Я его обожаю, потому что очень быстро, смотрите, прямо на глазах впитывается. И ноготочки с таким эффектом фотошопа. Такое красное получилось. Быстро, красиво. Все, всем пока-пока. До следующих встреч.